Эгоизм, себялюбие. Как часто манипуляторы любят упрекать вас в том, что вы эгоист, любите только себя, думаете только о себе. Интересно, отчего они хотят этим добиться? Все элементарно просто. Они используют ваши добрые чувства, ваши добродетели для того, чтобы управлять вами и пользоваться вами в свою выгоду. Когда манипулятор хочет от вас получить желаемое, то он начинает давить именно на ваши чувства доброты, ответственности, ну и так далее. И вы, когда не различаете манипулятора от действительно нуждающегося человека, вы идете у него на поводу. Искусный манипулятор ловко может заставить вас делать то, что выгодно ему, не вам. А вам, конечно же, прививаются такие качества, как жертвенность. Надо же все для людей, все для народа, для людей. И там еще до кучи собираются такие прекрасные слова, как любовь, дружба, понимание, жертвенность. Человек, который обладает всеми этими замечательными качествами, но часто он не обладает таким качеством, как развлечение. То есть различать сердечные намерения. И вот он думает, что вот без него, наверное, весь мир рухнет, надо весь мир спасать, надо бежать, надо всем помогать и так далее и тому подобное. Поэтому, чтобы быть мудрым человеком и добродетельным, нужно научиться отказывать людям. И вы поймите, что вы весь мир не спасете. В этой жизни не все зависит от вас. И не надо самому себе, самому себе, в чем еще проблема таких добрых людей, они сами себе накручивают ответственность. Что якобы они ответственны за все, что происходит в мире, за все, что происходит на улице и так далее. Вот история одного доброго человека. Вышел он, увидел девушку неадекватную за рулем. Ну, в нетрезвом состоянии совершенно. Ну, и думает, ну как, вдруг она сейчас поедет, совершит ДТП, разобьется сама, разобьет машину. Ну, и стал ее как бы отговаривать. Она как бы не хотела отговариваться, неадекватная там, матом ругалась. Ну, и человек вместо того, чтобы плюнуть на нее, как бы, ну и пусть едет, найдет свое место, так скажем, где-нибудь у первого столба, да? Ну, нет. В оконцовке вот она подошла и стукнула его лбом. Причинила легкое увечье. Смешно, но такой жизненный урок. Не надо никогда никого спасать, если вас об этом не просят. Это очень главный ужизненный урок. И не нужно чувствовать себя ответственным за все, что происходит. Тем более, не нужно быть никаким Дон Кихотом ломанческим или таким, знаете ли, Робин Гудом. Почему? Ну, потому что Робин Гуд был добродетельный человек. То есть, он заботился о бедных, пусть, конечно, неправедным путем, так скажем, да? Он же не своими руками там трудился и делился с бедными. Он грабил богатых и огромную долю награбленного он раздавал бедным. Но, опять же, таким образом он даже не понимает, что своим добродетельным качеством он кормил паразитов. Потому что, ну, нам также прививают, вот, бедняки, нужно заботиться о бедных, о нищих. Я полностью согласен. Нужно заботиться о нищих, о бедных и так далее. Но, прежде чем заботиться, нужно посмотреть, что человека довело до того, что он стал бедным и нищим. Может быть, он лентяй. Ну, реально лентяй. Может, ему на все пофиг. Каждый из нас может оказаться в трудной жизненной ситуации. И это факт. Я не про это говорю. Но я говорю про то, что нужно иметь мудрость в своей голове, в своей душе. И думать, где делать свои добрые дела, а где воздерживаться от добрых дел. Где научиться отказывать людям. Иногда нужно мимо пройти. Грубо говоря, да. Иногда нужно пройти мимо человека. В некоторых случаях. Поэтому набирайтесь мудрости, опыта, развлечения. Трудно, конечно, в этом мире хранить свои добродетельные качества. Ну и, так скажем, чтобы не обжечься благодаря своей доброте. Иногда, знаете, как в армии говорили, инициатива наказуема. Вот и бывает. Проявляешь инициативу там, где она не нужна, приходит наказание. Ну, как бы в лоб тебе могут дать. Поэтому никого не спасайте, если они реально не тонут. А может быть, для них это и лучше. Вы ж не знаете. Спасайте тех, кому нужно ваше спасение. Вот их спасайте. Протягивайте руку. Поменьше ведитесь на манипуляции. А жить нужно действительно для себя. Думать надо в первую очередь о себе. Потому что, если ты не подумаешь о себе и не позаботишься о себе, ты не сможешь позаботиться о других. Поэтому бездумно тратить свою жизнь на других людей, а другие люди в большинстве своем, они будут пользоваться вами просто. Сядут вам на шею в конечном итоге. И все на этом. Вот так вот все в жизни бывает. Все на этом. Вот так вот.